Всем привет! Только очень быстрое видео. Сегодня купила Dior Forever Foundation и хочу сравнить со своей любимой Dior 100, которую у меня уже довольно-таки долго я использую. Это четвертая или пятая уже бутылка. Как чувствуется нанесение на кожу и как чувствуется на коже? Прежде всего, конечно, нужно хорошую рутину по уходу за кожей, то есть сыворотку, крем. Я использую Dior дневной крем и сыворотку и Dream Skin Dior тоже под foundation и потом уже foundation накладывается после. Значит, Dior 100 в основном для дневного макияжа я использую. Значит, вот если вы посмотрите на лицо, я не думаю, что вы особую разницу заметите. Значит, вот с этой стороны я сделала Dior 100, один слой, и пришлось немножко больше мне сделать. У меня Forever, вот этот, он почему-то не впитывался. Он или какой-то слишком масляный, но, несмотря на это, у него покрытие более плотное, то есть, как мы говорим, фулково, а не нелегкое. Вот это покрытие полегче. Значит, к какому выводу я пришла? Особой разницы нет. Если бы я стала наносить или так посмотреть вот на себе, сказать, что у меня, во-первых, тон одинаковый, и, конечно, трудно по консистенции, в принципе, то же самое на лице. Я не могу сказать, что особая разница. Покрытие вот это может быть чуть-чуть подольше. Мне надо подержать, посмотреть, как пойдет в течение вечера. Вот. А, в общем-то, мой приговор, так сказать, поменяла бы я одну ради на другую. Не знаю. Это хороший у меня всегда дневной макияж. Его не видно на коже. Совершенно кажется, что это прям твоя кожа, но лучше. А вот это как бы посильнее покрытие. Но у меня немножко проблема была, вот когда само нанесение, оно вот как-то мажется, но не вмазывается, не впитывается. Может быть, сильный слой крема или что-то, и вот это вот как-то не пошло сначала. Но посмотрим, как будет сидеть. И, в общем-то, вот чувствую я вот это вот, когда я это потрогаю, вы знаете, особой разницы абсолютно нет. То есть оно не стягивает, оно очень приятная консистенция. Я знаю, что Диор мне никогда в жизни не даст никакой аллергии. Поэтому, как бы, я не знаю, по-моему, он дороже. Или, может, цены поднялись. То есть у меня сегодня с 10% скидкой у нас там была сегодня 10% скидка получилось 29,70. То есть дорогая штука. А это, по-моему, было 29% уже сама вот цена. То есть особой разницы я не вижу. Может быть, через несколько дней я почувствую что-то в процессе пользования многократного. И уже тогда, может быть, я рано взялась судить. Но вот хотелось поделиться с вами. Так что особо не мучайтесь. Если вам вот хочется очень... И у вас уже что-то такое вот есть. То, в общем-то, Диор 100 делает точно такую же работу, как и этот. Но хорошо, я думаю, один вот на день. Может быть, на дневной макияж, на более легкий, на лето. Вот это я на зиму бы стала пользоваться. Но не летом. Если только вы не идете куда-то вечером, в ресторан, когда уже покрытие нужно посильнее. Но, в общем-то, так особой разницы нет. Но вот это я и мои Диорчики. Ну, пока. До встречи.